Девочку, укушенную собакой, родители сразу после происшествия отвезли в Сайрамскую районную больницу. Но, несмотря на все принятые меры, состояние Янлик ухудшалось и через 18 дней она скончалась. Консилиум врачей, приехавших из Ченкента, поставил диагноз – запущенная форма бешенства. Я сам диагноз не ставлю. Из областного центра приезжали врачи-специалисты. И по совокупности всех симптомов они диагностировали бешенство. Чтобы ветеринары не говорили – наш диагноз – бешенство. А спустя некоторое время на территории местного детского сада жители обнаружили труп собаки. Ее останки ветеринары отправили на экспертизу. Между тем, уверяют жители, это та самая собака, которая и кусала людей. После шума, который подняли сельчане, ветеринары стали уничтожать собак. Вчера в том ауле было застрелено более 20 собак. Привито были 80 собак и 40 коров – те, кто могли контактировать с больными животными. Ветеринары признают, потребность вакцине в районе удовлетворена всего на 27%. А из 27 тысяч собак района дезинфицировано всего чуть больше 6,5 тысяч. Местные жители утверждают, что собака, укусившую девочку, нападала и на коров. А трупы отстреленных бродячих животных уничтожать пришлось самим людям. Мы сами их подожгли. Если завтра кто-нибудь из детей заболеет, кто будет за это отвечать? И сжигать трупы собак нужно было в специальном месте. Кто понесет ответственность за гибель девочки, зависит от результатов лабораторного анализа, который сейчас ожидают ветеринары. Жители Аула же пока спать спокойно не могут. Уснуть не дают пережитые события. Даня Архудайбергенов, Константин Исупов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании «Отрар». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok